Сегодня я хочу вам представить очень короткий обзор The Framework of Modalicious У меня такой вопрос, не скромный, кто в этом зале когда-либо, может быть, подпрограммировал на первом Вау! Очень приятно, что хоть кто-то есть, кто еще кто-нибудь этот язык С моей точки зрения вообще ни разу не заслуженно забытый и считаем умершим Буквально до недавнего времени хороших фреймворков на первом день не было Был каталист, одним из авторов которого является Себастьян Ригари И в конце концов решил исправить этот недостаток И заняться написанием действительно мощного, удобного, объектно ориентированного фреймворка Под названием Modalicious Первый релиз вышел в 2010 году И с тех пор этот фреймворк очень активно развивается Если вы посмотрите, то последний релиз вышел буквально позавчера Так что этот фреймворк очень активно развивается Что же он представляет? Ну, как и подавляющее большинство фреймворков Реализует модель Реализует парадигму модели ViewController Основная логика по работе с запросами С запросами клиентов Ложится на контроллер Который в свою очередь Оперирует с моделью И формирует данные для представления через ее Фреймворк Modalicious В полной мере реализует архитектуру REST4 Очень упрощенные модели, которые представлены на экране Мы запрашиваем Некий уровень И по этому уровню нам вот это состояние Мы можем это состояние запросить, изменить, удалить Используя при этом методы Http-методы PUT, RET, DELETE, OPTIONS-HIT и TALERATE Здесь я решил заранее привести маленький пример Глядя на который Понятно, насколько просто Можно реализовать работу Работу REST4 Архитектуры Клиент Используя Accept request header Или же Дополнение в виде Точка формат Или же Передача В виде параметра Формата Может запросить Выдачу данных В том или ином виде И Реализуется Это Крайне просто Контроль Реализует Комплейт И в зависимости от формата Выдается Формируется Ответ В том или ином формате Я К чему это веду В принципе Точнее Почему я спросил Кто знает Перл В принципе Человек Не особо знакомый С Перлом Разве что Могу еще читать код Постороннего автора Может приступать к работе С этим фреймворком И в процессе Уже потом Как-то Пополнять Свои знания В области Кода Очередной Фичей Фреймворка Является Очень гибкая Работа С роботами То есть Маппинг Урла На Объект Контроллера Который Реализует Логику По его обработке Ну Очень мощный То есть Вы можете Здесь Приведены Общие примеры На самом деле В документации Описано Довольно подробно Можно Маппить Разумеется На базе пути Ответственный За этот запрос В контроле Ауч Метод Логин На базе Подстановок В контроле Админ Может Выполняться Некий Метод Имя которого Подставится Вот в это место Если метод Пустой То исполнится Метод Дефолт Можно Делать анализ На базе методов Здесь написано Если Используется Либо Только Get И Пост Только в этом случае Выполнится Этот Объект Помимо всего прочего Довольно Очень просто Реализуется Способ Аутентификации Можно Построить Называемый Бридж И здесь И выполнять Совершенно Разнообразный Анализ На тему Аутентификации Авторизации Пользователя И Затем Уже просто Использовать Полученный Объект Как Объект Машют Еще Одним Из Достоинств Данного Фреймворка Является Тот Факт Что В Темплейтах Можно Практически использовать Нативный Код То есть Логика Помимо То есть Логика Может Выполняться Помимо Контроллера Так же И в Комплейтах Уже Видно Хорошо На слайде Я По-прежнему Пытаюсь Обратить Ваши Ваше Внимание Что Это Обзорная Презентация На самом деле Она Практически На целый день Если бы Приводил Полный набор Возможностей Комплейтах Контроллерах Из Документации Разумеется Здесь Также Реализована Работа С Кукисами Как Сессию Этот Фреймворк Позволяет Секьюрно Использовать Кукисы Подписанные Хамадшайдин Сигнатер Ну и теперь О том Насколько просто В использовании Этот фреймворк Ввиду того, что он Использует Только PurePro То есть Не нужно Никаких дополнительных Зависимостей Его можно Поставить Просто с командной Строки Помимо Linux И помимо Unix Машин Его также Можно использовать На Windows В частности С использованием Активных Эктеров После Установки Мы Можем Данной Командной Строкой Просто Генерировать Каркас Нашего Будущего Приложения Как видно Из Картинки Это Довольно-таки Хорошо Структурированный Каркас То есть Мы Здесь В папке Лип Имеем Основной Файл И имеем Папку с контроллерами В которых Собственно Реализуется Это Вся Логика Имеется Папка Public Это Для Прямого Доступа к файлам Каштеймэл CSS JavaScript Основной скрипт Приложения Папку с тестами Ну и Папку с темплейтами Этот фреймворк хорош тем что он в принципе может работать в любом environment помимо помимо этого он имеет встроенные средства отапки и встроенный веб-браузер То есть мы просто из компании строки запускаем скрипт например в режиме production на порту так вот и можем в принципе работать что я сейчас в принципе продемонстрирую из с и и и и и Мы видим, что строительный литер успешно стартовал То есть, в принципе, все довольно просто Здесь я хочу привести пример Настроек работы данного фриворка под апач В качестве промежуточного мидула используется плаг-хендлер для апач То есть, тоже настраивается довольно просто Также можно использовать встроенный веб-сервер под названием Hypnotot В принципе, можно использовать для продакшена, многопоточный веб-сервер Он, при желании, может быть использован за Энджинсом Энджинс в качестве прокси Помимо всего прочего, в этом фриворке очень богатый инструментарий для селф-тестов Существуют хорошо документированные пакеты Благодаря которым можно написать Пописать любой набор тестов Используя формы, авторизацию И такое прочее Я тоже это могу продемонстрировать Продолж shake тв затварение Удача 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 Продолж удача В ондет Удача Можете комментировать, чего набирать? Я просто пытаюсь перейти в папочку с тем же скриптом и запустить тест. Извините, я заранее не открыл. Продолжение следует. Тест не прошел. Проверялось наличие строки «Welcome Sebastian». Эта строка не обнаружилась. Еще одним очень важным компонентом данного фреймворка является Mojo User Agent. Он может быть использован как в веб-приложении, так и как отдельная аппликация для обращения к внешним веб-ресурсам, к внешним FTP-ресурсам, используя WebSocket. В частности, в данном примере я хотел бы продемонстрировать, как одной строкой можно распарсить сайт «Укрмет», например, и получить топ-ньюз этого сайта. В частности, если мы нажмем «Укрмет»… 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 То есть, в принципе, в свое время, когда кинопоиск был еще не Ялисовским, то есть, используя Mojo User Agent, не удавалось совершенно без проблем порсить новости и выводить это в соответствующем разделе своего сайта. Как я уже сказал, входной порог для работы с этим переговорком довольно низкий, и не только это является его преимуществом. Преимуществом является также скорость разработки на нем, ввиду того, что он хорошо структурирован, вся логика прозрачна. У нас на проекте возникла необходимость для Capacity Team нарисовать дашборд, который выходил к граффайту и консолидировал всю информацию по дата-центрам, по ассетам, по нужным. Нам хватило, скажем так, двух-трех недель, чтобы нарисовать костяк приложения, еще, может быть, недельку на отладку. Вот в течение месяца уже было полностью готовое продолжение. Вот такого рода. Рассматривать в подробностях данными не запомнил, потому что мой ноутбук используется. Вот нечто так. И еще раз хочу обратить внимание на документацию по этому фреймворку. Как я уже сказал, релизы, в принципе, выходят в течение двух, каждые две-три недели. Довольно много пакетов, методов, где приклеиваются довольно часто. И, тем не менее, ребята, очень оперативно, буквально вместе с релизом, выходит абсолютно адекватная, соответствующая документация. Поэтому, если кого-то вдруг заинтересовал этот фреймворк, то в документации как раз все в порядке, в отличие от ZEN фреймворка, который упоминал предыдущий оратор. Помимо документации, вики-страницы, есть сайт Mojicast.com, на котором, в принципе, еще для первых версий этого фреймворка был подготовлен ряд видеоуроков, послушав которые, в принципе, любой человек с нуля может с большой легкостью начать программировать. Используя этот фреймворк. Ну, в принципе, у нас все. Я так думаю, что ребята у нас на соцсервере практически не пользуются на больших проектах, но ввиду того, что у нас проект не связан с массовым программированием для ВЭП, для каких-то компаний. Это иных структур. Поэтому фреймворк, который позволяет быстро и качественно, на самом деле, решать наши задачи, нам очень даже подходит. Извините, я забыл упомянуть. Разумеется, этот фреймворк использует два режима разработки. Может быть, режим development, может быть, режим production. В режиме development на экране в браузере отображается полный дебаг состояния приложения как для контроллера, так и для представления с указанием строк, ошибок и с полным строком ошибок. И с указанием всех параметров запроса, какой контроллер выполнял этот запрос. Ну и т.д. и т.п. То есть довольно богатая информация. Почему мне стоило выбрать перл, а не какой-то другой? Вы сказали, что незаслуженно забыть. Почему? Если мы будем халиварить, то да, то нас прогонят отсюда. А в двух словах, в принципе, с моей точки зрения, работа с регулярными выражениями в перл просто выше всяких похвал. В остальных языках я просто, ну, меня трудно убедить в том, что кто-то может это делать лучше. Раз. Плюс перл – это язык довольно широкого общего применения, не только для, точнее, не столько для программирования навек, а в основном для системного применения. Но как один и тот же инструмент вполне можно использовать для его. Тем более появился такой объектно-ориентированный фреймворк, который позволяет это делать. А вы сравнивали перформанские предложения с левым перспективными решениями? Дело в том, что сравнивать перформанские предложения данного конкретно взятого не приходится, потому как оно очень сильно зависит от состояния сети, раз, от состояния источников данных, которые могут отвечать, начиная от секунды, заканчивая минутами. Но если есть такая необходимость, и ввиду наличия довольно богатого инструментария по тестированию, я не вижу проблем, чтобы это можно было бы сделать. Я имею в виду, хорошо, перформанс, мажория фреймворка в целом, на других фреймворках, на других языках, на других языках, на других языках, на других языках. К сожалению, это не моя основная направленность деятельности и мне не пригодилось этим заниматься. Можно я отвечу? Дело в том, что у нас применяется этот фреймворк просто просто в причине, что он быстрый и дешевый. Применение каких-либо других фреймворков, которые в мейнстриме, и они требуют, соответственно, других затрат, других людей, других знаний. И стоит задача для клиента для внутренней работы быстро организовать какой-то ресурс, который закроет все нужные нам потребности. То есть выбор пал на него по простым причинам. Очень просто, дешево и быстро. Дополнительно, допустим, какие-то утилиты в виде валидации данных, прослуживания, работы с базами, допустим, какие драйвера он поддерживает. Разумеется, по поводу валидации данных, у Моджа Ришеса есть отдельный пакет, называется Моджа Валидатор. И он тоже очень активно развивается и дополняется. Я просто хочу сказать, что это короткая презентация, потому что если по всей доке пройтись, она просто очень огромная. Есть валидатор. По поводу коннекшена к любой базе данных, ПОРМ поддерживает, коннекшен к всему, что данные содержат. Это в виде ОРМ какой-то системы? Еще раз. Это в виде ОРМ системы какой-то системы? Использовать нужно ОРМ систему. Это зависит уже от автора приложения. То есть какой способ работы с моделью выбрать. Можно выбрать простейший способ работы в виде хелпера. То есть некого маленького объектика, который будут некие данные собирать. Можно использовать ОРМ систему. Я ввиду того, что я довольно давно работаю с базами данных. Для меня ОРМ системы не столь близкие. Ровно потому, что я пишу очень сложные запросы. То есть перекладываю много логики на базу данных как таковую. И запихать эти запросы, то есть сделать таблицы в виде объектов и работать с ними для меня это несколько маловато. Поэтому я ОРМ системы не пользуюсь. Но это вполне возможно. И в Перле на Сипане можно найти просто великое множество пакетов, которые поддерживают именно такую работу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...